Всем привет, дорогие зрители! Сейчас я нахожусь в славном городе Волоколамске и еду на объект. Там находится на самом деле несколько интересных мест, которые хотелось бы посмотреть. Я не знаю, что я сегодня успею обойти, объехать. Сегодня будет достаточно интересное путешествие, потому что оно будет состоять из нескольких частей. То есть до, собственно, локации этих нескольких объектов я добираюсь на машине. Насколько это будет возможно потом, там, где закончится нормальная дорога для проезда на машине, я пересяду на велосипед. Вот. И дальше уже, надеюсь, на велосипеде доберусь непосредственно до объектов, которые хотелось бы посмотреть. Несколько слов расскажу, пока едем в этих объектах. Это небольшая зона. Ну, как зона? Конечно, это не зона отчуждения. На самом деле там... Это урочище. Там в свое время находился поселок, который сейчас уже не существует. Вот. Потом там строили коттеджный поселок. Об этом я расскажу чуть позже. Вот. И, собственно, основной целью путешествия моего является этот самый коттеджный поселок, который сейчас является заброшенным. Там же находятся развалины церкви святого Николая Чудотворца. И там же находится еще заброшенный объект сельхоз назначения. Пока я еще не знаю, пока я туда не добрался. То ли это коровник, то ли это заброшенная ферма, то ли это еще какое-то бывшее сельхозпредприятие. Вот. И там же находится старое заброшенное кладбище. Ну, точнее, это находится все, конечно, не в одном месте, а в радиусе порядка десятка километров. В общем, сейчас скоро я доберусь до места. Все увижу своими глазами. Ну, и надеюсь, что получится посетить как можно большее количество из этих объектов, которые я перечислил. Так что скоро буду на месте. Ну, собственно, я уже свернул на подъездную дорогу. И вот такими вот уже развалинами встречает меня эта дорожка. Впереди мы видим вишку сотовой связи. Вот такая вот замечательная дорожка идет к объекту. Надеюсь, что она не станет хуже. По мере отдаления от шоссе. Скорость 20 километров в час. А вот, собственно, и первый объект, первая цель нашего посещения. Это остатки церкви Святого Николая Чудотворца. И напротив виднеются еще какие-то развалики. Ехать осталось совсем недалеко. Дорога все такого же качества. Ну, собственно, через пару минут мы уже будем на месте. Оказалось, что к церкви ведет грунтовая дорога. Видимо, все-таки сюда народ не так редко ездит, судя по тому, что дорога укатана. По этой стороне поля шла электрическая линия. Вот видны столбы. Ну, а я уже подъехал к первой цели своего путешествия. Вот такое вот у меня получается автовелопутешествие. Думал, честно говоря, что придется добираться до некоторых объектов на велосипеде. Поэтому взял его предусмотрительно с собой. Но тут не только подъезд имеется, но даже и укатали такую разворотную площадку. Ну, а я сейчас двигаюсь к церкви. Очень красивое здание старой постройки. Сейчас подойду поближе. Церкви стоит крест. Интересно, на основании креста лежат несколько конфеток. как подношение. Вот это вот, очевидно, был фундамент церкви. Это часовня. Сейчас я найду внутрь своду в часовню. Старый кирпич. Очень красиво и фактурно смотрится. Сейчас тяжело сказать, чем являлась вот эта вот стена, которую мы видим из-под свода в часовню. То ли это был вход в церковный двор, то ли это... Скорее всего, это все-таки была стена церкви со входом непосредственно уже в пределы церкви. Сейчас попробуем определить это по фундаменту. А эта стена, как я и думал, вот с другой стороны видно, что это была как раз уже... Здесь находился непосредственно в пределах церкви, храма. Церковь была, очевидно, не очень большая по размеру. Хотя сейчас очень тяжело здесь найти, где же место, где же заканчивается фундамент. Вот сейчас я отойду. Да, и вот видно основание плиты. Очевидно, как раз на этом месте была другая сторона, другой край фундамента, храма. То есть по размеру в ширину где-то метров, наверное, 10. Храм был в длину где-то около 15-20 метров. Вот такая вот березка растет на самой вершине с остатком храма. Ну а мы пойдем попробуем, есть ли возможность, посмотрим, есть ли возможность забраться на часовню, которая сохранилась практически полностью. пока выходил из помещения, из территории, где раньше было помещение храма, видел очень живописный вид. Вот там вот внизу небольшое озерцо. и вот сейчас попробую найти там остатки, да, виднеются все-таки остатки вот этих вот опор электрических. Через озерцо вдоль дороги проходила линия электропередач, которая, наверное, вела к заброшенному поселку, который сейчас я тоже планирую посетить. Такое старое дерево растет рядом с храмом прямо у основания фундамента. А вот и вид на часовню с другой стороны. Я просто весь понабрал серепия, пошел на территорию кладбища, которая находилась за цепью. Тут вот совсем уже остатки оград. здесь вот было кладбище в церковном дворе. По-моему, это единственная могила, которая сохранилась. и могила, кстати, красноармейца, я так думаю, судя по звезде, венчающей эту могилу, и судя по дате смерти, дата смерти, а очень плохо видно число, то ли 20, то ли 29 октября 1941 года, а дата рождения 1897 год. 44 года было этому бойцу, вот оно, это дерево, которое с другой стороны, обратной от дороги, практически полностью скрывает остатки храма. Вот остатки. Нет, это уже похоже свежие бетонные блоки или нет? Сейчас посмотрим. Очень интересно, это, скорее всего, это надгробный камень. Здесь остались надписи на старославянском, которые сейчас практически не читаются. а вот это могильная плита с обратной, точнее, с торцевой стороны. Здесь надпись лучше сохранилась, но тоже очень плохо читаема. Можно прочесть, что покоится здесь Анастасия Филипповна, фамилия. Фамилию невозможно прочесть, и внизу слово памяти. Вот так вот выглядит руина храма со стороны поля. Очень, очень живописное место. Ну а я, кстати, нашел возможность забраться по крайней мере на второй этаж часовни. Там дальше будет видно, можно ли забраться выше. И сейчас я туда отправляюсь. Кстати, вот еще одно деревце, которое облюбовало себе верхнюю в верхней части развалин храма для жизни. Очень необычно смотрится. Березка та на самой верхней точке оставшейся стены самого храма. И вот еще деревце, которое растет на вершине часовни. зимний ветер не знаю, что за звуком. Ну, вот такой вот, собственно, залаз. Сейчас я попробую туда забраться. Вот такое вот крепление интересное торчит из стены. Строили же, однако, чугун. Толщина чугуна ого-го! С два пальца, наверное. очень симпатичное крепление. Смотрим на приехали еще люди гулять и посмотреть остальных нам из-за остальных 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 а вот собственно то, что находится внутри часовни. Сейчас буду смотреть есть возможность забраться еще выше вот такие вот сводчат приводка и цитаж ну и остатки конструкции где висел колокол сводчатые часовни и сводчатые не замечено еще кто-то оставил иконы очень красивые сводчатые окна были в колокольне и вот такой живописный вид открывается на поле безграйне русское поле остатки чугунной решетки на третьем пролете часовни ужасно сильный ветер наскальная живопись додированная 21 сентября 2002 года 12 лет уже минуло с тех пор как был здесь Дима а вот он и я всем привет кстати не забудьте подписаться на канал ссылка вверху а я все-таки забрался на эту отвесную стену но надо показать следующее с высоты птичьего полета это заброшенный поселок который внеется вдали и в котором тянули вот ту старую передачу я так думаю конечно так что сейчас сейчас я буду спускаться потихоньку вниз ну я сейчас точнее посмотрю может быть есть возможность забраться еще выше под своды этой часовни вот а если нет то буду спускаться вниз и отправляться вот в тот поселок а вот еще одно деревце которое растет на руинах храма вот же действительно причудлива жизнь столько мест более благодатных для того чтобы расти этому дереву например да нет оно выбрало себе такое место и моя машинка вдали такой вот вид открывается из этих живописных арочных сводов на ту площадку второго этажа часов где выше без специального снаряжения навряд ли получится забраться сейчас покажу основание вот сейчас хорошо видно основание колокола там было и такая терраса вроде грамма красивая чугунная решеточка и с другой стороны тоже ну а я буду спускаться потихонечку вниз ну вот я обратно вернулся на вторую площадку это остатки перекрытия которое тут было когда-то такое оно мощное и такая вот дырень в поле такая дырень и под ней где-то виднеется земля где-то Субтитры создавал DimaTorzok